Я впервые сел за компьютер в 26 лет. Самые строгие мои учителя, мои дети. Читаю, что надо создавать условия и быть примером. Бесполезно говорить, если сам не делаешь. Все это цитаты главы региона Олега Николаева, собранные из ответов на вопросы самой активной молодежи республики. В Чебоксарах на базе Центра Эдкер состоялось первое заседание Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Чувашии. Ребята поинтересовались у Олега Николаева, каково его отношение к соцсетям и гаджетам, дистанционному образованию, воспитанию детей и литературе. Подробности у Екатерины Храмкиной. Это мои помощники из каждого муниципалитета. Так представила главе региона Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии членов новоиспеченного Детского общественного совета республики. Отбор был серьезный. Кроме активной жизненной позиции, ребятам необходимо было пройти личное собеседование с Левтиной Федоровой. Этих детей отобрали в наш Детский общественный совет. И с ними проработали небольшое время, но приходилось общаться только в формате ВКС. Сегодня у нас состоялась первая встреча. Когда мы заявили эту встречу, когда ребята услышали, что с нами будет встречаться Олег Алексеевич Николаев как глава Чувашской республики, дети, конечно, очень сильно обрадовались. Они, наверное, до последней минуты даже не надеялись, что могут сегодня в таком формате общаться с главой Чувашской республики. У ребят оказалось немало вопросов к главе республики. В общей сложности их набралось больше двухсот. Однако часовой регламент встречи заставил выбрать самые интересные. Один из первых задала Мария Маколова из Алатарского района. Девушка поинтересовалась, как Олег Николаев относится к социальным сетям и гаджетам. Глава Чуваши отметил, что он к ним все еще не привык, и они съедают много времени. Однако признал, что без них уже невозможно. И быть в соцсетях теперь его прямая обязанность. Я в данном случае, даже не просто физическое лицо Николаев Олег Алексеевич, я еще являюсь человеком, который представляет институт власти Чувашской республики. И вот людям интересно, что делает этот человек, реализовывая полномочия в институте государственной власти. Поэтому, ну вот, где-то даже и обязанность. Кроме того, Олег Николаев отметил, гаджеты довольно действенны в изучении языков, в том числе и чувашского. Как только речь зашла об учебе, школьники взволнованно спросили, планируется ли введение дистанционного обучения, если эпидемиологическая ситуация в республике не улучшится. И насколько эффективен такой формат. Олег Николаев выразил уверенность, что сейчас регион находится в стабильной ситуации снижения заболеваемости коронавирусом. Так что дистанционка всем школьникам Чуваши не страшна. Но точечно, чтобы не создавать очаги болезни, кого-то все-таки придется отправлять учиться за гаджеты вместо парт. Сейчас, к примеру, в таких карантинных условиях обучаются 24 класса в республике. А что касается эффективности, то можно найти плюсы, если использовать новые возможности с умом. Очень сложным глава Чуваши посчитал вопрос Анны Ивановой из Урмарского района. Какие три книги вы бы посоветовали прочесть молодому поколению? Ведь хороших произведений так много, и выбрать всего три непросто. Прежде всего Гайдар, вы бы выбрали автора из наших русских таких классических. Это, ну, прежде всего, Тимур и его команда, ну, и, может быть, там, «Графские развалины», которые вот так вот очень так вот передают, как раз дух товарищества, сообщества. Ну, и уже не из наших, не из советских авторов. Это Поттер, по-моему, это Полианна. Очень интересная книга, которая передает тоже очень такие глубинные человеческие качества и, как бы, внутренние переживания. Ну, и под занавес встречи юные активисты не могли отпустить руководителя региона без истории о личном успехе, который Олег Николаев с удовольствием поделился. Первое – это, ну, трудиться и не сдаваться. Да, есть такое выражение – если упал, то надо встать и дальше идти. Второе – безвыходных ситуаций не бывает. Надо просто искать и попытаться все-таки найти его. Как бы из любой ситуации есть какой-то выход. Третье – терпение. Ну, и, конечно же, ценить. Ценить то, что имеешь, как в той песне «Есть только миг в этом мире бушующем». Да, вот именно миг, в каждом миге есть жизнь. Екатерина Храмкина, Игорь Ульянов, Вести, Чебоксары.